Валентина Андреяна, что вас беспокоит? Юрий Федорович, я, можно сказать, представила здесь общественность в тех вопросах, которые я поднимаю. Очевидно, вы с ними познакомились, но побудительный мотив к вам подойти, это было то, что вот я изначально говорю о том, что я пришла не с критикой, а хочу именно взаимодействия. Валентина Маткова поделилась с главой Анапы своими наблюдениями. На фотографиях брошены на парковках автомобили неухоженные торговые ролеты на рынке. Люди не понимают, что это вчерашний день, это не соответствует никаким нормам. Нужно соединять себя со временем. Я сделала ряд фотографий. В конце дня они накрывают продукцию пологами, которые лежат на земле. Предложению Валентины Андреевны помогать городским службам, где-то информацией, а где-то общественным делом. Юрий Поляков всецело за такое сотрудничество. Начальником управления торговли и монконтроля глава поручил брать таких активистов своими общественными помощниками. Единая позиция у главы Анапы и жителей города и в вопросе долгостроя на улице Евскина, 14. По поручению Юрия Полякова юристы работают над расторжением договора аренды земли. Он у нас вызывает беспокойство. Это называется брошенный недострой. И последние документы, которые у него какие-то были, это были документы 2013 года. Больше с 2013 по 2018 год никаких движений нет. То есть, ребята, давайте так, или расторгайте, или стройте магазин. Ничего не будет. Уже там ничего не будет. Мы очень надеемся, что все это слышали. Нет, нет, он у нас такая наболевшая. Как бы это делал, это действительно наболевшая очень. Невозможность договориться с соседями привела на прием главы Анапы и жителей улицы Северная. В октябре прошлого года по поручению Юрия Полякова там прочистили ливневку. Сделали тогда? Сделали. Вот у меня документы. Все хорошо. Нам сделали канал. Почистил зодчий двор. Вот у меня документы. Значит, почистили трубу полностью Филимонов. И там прям заходили мужики в гидрокостюмах и чистили. Вот. Приехали из Краснодара какой-то то ли компрессор. Вот прям пробивали. И пробили. Возле первого номера там всегда вода стояла. Прочистили. Вот прям пробили. Ну, вымыли трубу. Но у жительницы 12-го дома свой взгляд на ситуацию. Она уверяет, ее дом, несмотря ни на что, во время дождей топит. Из-за недавно обустроенного пешеходного перехода глава Анапы вновь поручил коммунальщикам комиссионно выехать и разобраться в ситуации.